Добрый день, уважаемые председатели, уважаемые коллеги. Хочу поблагодарить за возможность выступить на этой замечательной, ставшей уже традиционной конференции. На мой взгляд, важность данной конференции заключается в возможности врача-клинициста ознакомиться с самыми последними достижениями в применении лекарственной терапии и применить эти достижения в своей практической деятельности. Позвольте приступить к докладу. Современный подход к применению бевоцезумаба в лечении опухолей репродуктивной системы у женщин. В моем докладе будут затронуты две нозологии. Это рак шейки матки, включающий в себя первичный рак брюшины и рак маточных труб, ввиду их аналогичного клинического течения и подходу к терапии, а также рак шейки матки. Конфликт интересов отсутствует. Позвольте начать свой доклад с голосования. Пациентка 58 лет с диагнозом рак яичника в третьей С стадии. Выполнена неоптимальная циторедуктивная операция. Напомню, что неоптимальная циторедуктивная операция – это когда размеры хотя бы одного очага остаточной опухоли более 1 сантиметра. Какое лекарственное лечение вы предпочтете? Пожалуйста, голосуем. Если у вас есть возможность прокомментировать варианты, у нас сейчас идет включение голосования в систему. Как раз я хотела прокомментировать первые и последние пункты. Схема цисплатин-циклофосфан не используется в современной клинической практике ввиду ее низкой эффективности. И по поводу последнего пункта. В декабре этого года препарат Аллапарип наконец-то зарегистрирован в Российской Федерации в качестве поддерживающей терапии первой линии, после эффективной первой линии платина содержащей терапии, но только в случае определения мутации БРС. В данном случае БРС и мутации не выявлены. То есть первые и последние пункты однозначно нет. Получается что-то с голосованием? Да, у нас запущено голосование, мы голосуем. Я пока буду комментировать, что не вызывает сомнения назначение комбинации по клетоксил карбоплотин в количестве шести циклов. А вот нужно ли добавлять БЕВАЦИЗУМАП, имеет смысл или вообще не имеет смысла в его добавлении. Давайте разберемся уже в ходе доклада. Уже в ходе доклада. Позволю себе напомнить о особенности неоангиогенеза. В отличие от обычной нормальной сосудистой сети, кровеносный сосуд опухоли имеет структурные и функциональные аномалии, хаотическую организацию, что обеспечивает быстрый рост и метастазирование опухоли, а также негативное влияние на лечебный эффект. В опухоле мангиогенезе участвует много факторов, но основным и самым доминирующим является ВИДЖЕФ. АнтивИДЖЕФ терапия подавляет рост новых опухолевых сосудов и вызывает обратное развитие вновь сформированного сосудистого русла. Существует как минимум пять вариантов васколоэндотелиального фактора роста, основным из которых является ВИДЖЕФА. Бивоцизумаб – это рекомбинантное гуманизированное моноклональное антитело, которое селективно связывает и ингибирует именно фактор ВИДЖЕФА и предотвращает его взаимодействие с рецепторами на поверхности клеток эндотелия. В своем докладе я хочу продемонстрировать результаты клинических исследований, посвященные первой и второй линии терапии рака яичников. Это не все, но основные крупные исследования. Так, первая линия в терапии рака яичника. На данном слайде представлены современные рекомендации по лечению первичного рака яичников. Эти рекомендации едины отечественные организации, также НССН и ЭСМО. Препарат показан при третьей и четвертой стадии заболевания, после неоптимальной циторедукции, а также в случае непроведенного оперативного лечения в настоящее время и в ближайшем будущем. На слайде представлено два крупных исследования третьей фазы с большим набором пациенток. Первое исследование, известное ГОК-2018, включающее пациенток с третьей и четвертой стадиями заболевания, которые были распределены в три группы. группа химиотерапии плюс плацебо. Группа химиотерапии плюс бевоцезумаб и в дальнейшее плацебо до 15 месяцев. Группа химиотерапии плюс бевоцезумаб с дальнейшей поддержкой бевоцезумаба в течение 15 месяцев. Исследование ICON-7. В исследовании ICON-7 включались пациентки как с ранними стадиями, первая и вторая, так и с продвинутыми стадиями. Пациенты случайным образом были разделены на две группы. Группа химиотерапии, карбоплатин по клетоксел, и группа химиотерапии с бевоцезумабом с дальнейшей поддержкой в течение 12 месяцев. Исследование ICON-7 не продемонстрировало улучшение общей выживаемости, однако при анализе подгруппы высокого риска, это третья стадия с неоптимальной циторедукцией, четвертая стадия, было выявлено увеличение выживаемости без прогрессирования до 5,5 месяцев. Оба исследования ГОК-2017 ICON-7 продемонстрировали увеличение выживаемости без прогрессирования в случае применения бевоцезумаба на 3,8-5,5 месяцев соответственно. Также оба исследования продемонстрировали улучшение общей выживаемости, но только в группе высокого риска на 9,4 месяца в ICON-7 и на 10 месяцев в ГОК-2018. Следует отметить, что в исследовании ГОК-2018 общая выживаемость улучшена только в группе поддерживающей терапии с бевоцезумабом, то есть проведение 6 циклов химиотерапии с бевоцезумабом, но без последующей поддержки не увеличивало общую выживаемость. Итоговое сравнение двух крупных исследований, посвященных бевоцезумабу при лечении первичного рака яичников, демонстрирует явное преимущество при назначении бевоцезумаба при 3-4 стадии при выполнении неоптимальной цитаредукции. На данном слайде красным кружком выделено, наглядно показано преимущество при назначении бевоцезумаба в общей и выживаемости без прогрессирования. Интересные данные получены при анализе подгруппы пациенток с мутациями BRCA1-2 или с другими нарушениями гомологичной рекомбинации. В настоящее время проводится исследование бевоцезумаба с парп-ингибиторами. И в частности, в 2019 году на АСК доложено исследование АВАНОВА, в которое включались пациентки с сирозным эндометриоидным раком яичника высокой степени или при наличии любой мутации BRCA1. Пациентки были рандомизированы в две группы. Одна группа с нейропарибом, вторая группа включала нейропарибы, бевоцезумаб, 15 мг на килограмм. И уже сейчас продемонстрировано значимое улучшение выживаемости без прогрессирования на 6,5 месяцев. Завершение исследования запланировано на 2022 год. Мы с нетерпением будем ждать обновленных результатов. Вернемся в режим реального времени и обсудим лечение пациенток с рецидивами рака яичников. Три крупных исследования, посвященных этой теме, это Аурелия, лечение платинорезистентных рецидивов, ГОК-2013 и Ошенс, лечение платиночувствительных рецидивов. Исследования Ошенс и ГОК-2013 продемонстрировали улучшение выживаемости на 4,3-4 месяца соответственно при добавлении бевоцезумаба к представленным режимам химиотерапии. Увеличение статистически достоверно. В исследовании Аурелия третьей фазы при платинорезистентных рецидивах была включена 361 пациентка, случайно рандомизированные в две группы лечения. Это химиотерапия по выбору лечащего врача, еженедельный поклитоксел, топотекан или пигелированный липосомальный докторубицин или те же схемы лечения, включая бевоцезумаб. Лечение проводилось до прогрессирования. Согласно конечной точке исследования было увеличение общей выживаемости. Цель была достигнута. Увеличение выживаемости без прогрессирования на 3,3 месяца в группе с бевоцезумабом. Разница статистически достоверна. Я говорила, что конечной целью данного исследования была выживаемость без прогрессирования, а не общая выживаемость. И в итоге рекомендации по практическому применению. Кому мы назначаем бевоцезумаб? Это пациенты с раком яичника 3 стадии, после неоптимальной циторедукции. В первой линии терапии. Это пациенты с распространенным метастатическим раком яичника в 4 стадии. Во всех случаях. Это пациенты с рецидивирующим раком яичников, чувствительным или резистентным к препаратам платины. Терапию бевоцезумабом мы начинаем с первого или второго курса лечения. После оперативного лечения до начала терапии должно пройти не менее 20 дней после хирургического вмешательства. Продолжаем поддерживающую терапию бевоцезумабом до года или прогрессирование заболевания, если оно наступит раньше. Доза препарата, которая продемонстрировала максимальную эффективность во всех исследованиях, это 15 мг на килограмм. Что мы можем сказать в отношении безопасности бевоцезумаба? В принципе, длительная терапия бевоцезумабом переносится хорошо. Основные осложнения это осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта. Это речь идет о перфорациях. Желудочно-кишечного тракта гипертензия второй и более степени, венозная тромбоэмболия и кровотечение тяжелой степени. В принципе, только два из этих осложнений увеличивают свою частоту. Это гипертензия, венозные тромбоэмболические осложнения в случае длительной терапии бевоцезумабом. Прекращение лечения вследствие токсичности отмечалось у 17 пациенток в группе бевоцезумаба плюс химиотерапия против 13,5 пациентов в группе химиотерапии. Совсем немного времени осталось для освещения вопроса бевоцезумаба в лечении рака шейки матки. На данном слайде указаны рекомендации НССН в назначении бевоцезумаба при раке шейки матки в первой и второй линиях. Они полностью совпадают с рекомендациями РУССКО. Это химиотерапия первой линии с указанными режимами добавления бевоцезумаба к указанным режимам химиотерапии. И химиотерапия второй линии в качестве монотерапии. Данные показания были зарегистрированы на основании клинического исследования третьей фазы гинекологической-онкологической группы 240, в которой включались пациентки с рецидивом или метастатическим раком шейки матки, рандомизировались случайным образом в четыре группы. Группа химиотерапии поклитоксилцесплатин или поклитоксилтопотекан с или без добавления бевоцезумаба. Лечение проводилось до прогрессирования или непереносимой токсичности. В группе добавления бевоцезумаба показано статистически значимое увеличение безрецидивной выживаемости на 2,3 месяца общей выживаемости на 3,7 месяцев. Касательно безопасности бевоцезумаба в терапии рака шейки матки. Основные и самые грозные осложнения это гастроэнтестинальная токсичность имеется в виду перфорации кишечника и мочевагинальные свящи. Но хочется отметить, что рак шейки матки именно при раке шейки матки наиболее часто встречается независимо от проводимого лечения образование свящей. На данном слайде показаны факторы риска развития свящей и перфорации желудочно-кишечного тракта в связи с чем четко определены противопоказания к назначению бевоцезумаба это прорастание мочевого пузыря и прямой кишки. Итак, подведем итог. При раке шейки матки бевоцезумаб показан всем пациентам в первой линии в сочетании с химиотерапией и пациентам во второй линии в монорежиме. И если у меня есть немножко времени, времени, тогда вот на данном слайде представлены результаты лечения химиотерапевтического отделения областного онкологического диспансера. В период января-октябрь 2019 у нас пролечено 278 пациенток с раком яичника и 67 пациенток с раком шейки матки. При большой опухолевой массе мы используем в практике интервальную циторедукцию после проведения двух-трех курсов неодевантной химиотерапии. Мы проводим неодевантную химиотерапию без бевоцезумаба в принципе на основании исследований НОВА, которое показало, что при добавлении в неодевантном режиме бевоцезумаба не увеличивается общая выживаемость пациенток. Первая линия в этом году у нас к сожалению проводилась без бевоцезумаба в связи с двумя причинами. Первая причина организационного характера, которую мы успешно разрешили. А вторая причина в том, что хирурги не очень любят описывать, если они не провели полную циторедуктивную операцию. Здесь вопрос стоял об объеме остаточного опухоли. Любые рецидивы мы лечим химиотерапией с добавлением бевоцезумаба 15 мг на килограмм при отсутствии противопоказаний. У нас в отделении к сожалению не проводится внутрибрюшинная химиотерапия. гипертермическая химиотерапия. Мы активно используем наблюдательную тактику в случае при диагностировании прогрессирования, в случае отсутствия симптомов или отсутствия риска обструкции сосудов и полых органов. Мы предлагаем пациенткам наблюдение с целью увеличить интервал до начала терапии второй линии. При неэффективности двух последовательных линий химиотерапии предлагаем поддерживающую терапию при согласии с пациенткой. По поводу рака шейки матки в нашем отделении подавляющее число пациенток это четвертая стадия или рецидивы. Единичным пациенткам мы проводим два-три цикла неодевантной химиотерапии перед лучевой терапией или оперативным лечением без включения биоцезумаба. Первая линия химиотерапии у нас всегда включает биоцезумаб при отсутствии противопоказаний, о которых я говорила ранее. Вторая линия химиотерапии это монохимиотерапия в том числе биоцезумаб в самостоятельном режиме. При неэффективности двух последовательных линий и согласии пациентки предлагаем поддерживающую терапию или монотерапию или участие в клиническом исследовании. И в принципе комментируя результаты голосования оптимальный режим в данной клинической ситуации будет назначение комбинации поклятоксел карбоплатин биоцезумаб в 6 циклов затем биоцезумаб в поддерживающей терапии до года в дозе 15 мг на килограмм. Спасибо за внимание. На данном слайде наше прекрасное новое здание химиотерапии и с удовольствием приглашаю коллег из других учреждений к сотрудничеству. Также приглашаем всех на форум «Белая ночь» в 2020 году. «Белая ночь» «Белая ночь» «Белая ночь» «Белая ночь» «Белая ночь»